всем привет меня зовут его добро пожаловать на наш канал мы прилетели в анталью ждем своего трансфера сейчас пойдем искать смотрите что происходит вон и сколько много на нашем должно написано быть его смотрим имя его должно быть сама проще не бывает так сейчас в эту сторону пройдем сначала здесь разные идем в ту сторону стой стой я пройду вообще можем и такой стресс мы хапнули мы не нашли наш трансфер наши фамилии нету нигде я обошла километр вдоль и поперек 4 раза мне уже плохо по вай-фай не могу связаться мне чуть не подключается ну как короче как будет что в чужой стране что получается получается так что его у нас лошара да я так подумала на самом деле да я оплатила полностью трансфер и туда и обратно стоит это трансфер 26 с копейками евро получается на сайте оплатила мне пришло подтверждение мы выходим там все ваучер я распечатала в ваучере написано что при выходе из зоны прибытия вас встретит на табличке значит моё имя фамилия будет написано я выхожу мы выходим вернее там нет никого я прошлась по ним нет как никого нету я имею ввиду нашего имени куча встречающих у каждого своя табличка но имени ела тем более архипова нет ни у кого не прошли на четыре раза четыре раза да саша чемоданом стоял на одном месте в тенечке я бегаю по этой жаре потому что они стоят в тенечке но чтобы их видеть надо бегать по жаре 30 градусов жара на парапорту очень было жарко выволю мы еще и нервничаю меня всю потом облик забегаю я вся в стрессе как-то нас кидаю и злорадствую да конечно в итоге русские девочки видят тоже трансфер встречает а кого-то еще и решили да конечно решили помочь я им дала свой ваучер на трансфер они связались помогли сходили узнали все короче говоря и нашли эту девочку которая нас встречает сейчас она еще одних встретит и вместе нас повезут вы так перед я вообще хопнула на мне же ответственность то я же это все дело заказывала и выбирала компанию самая вата на конечно я виновата я признаю от меня что-то голова аж заболела опять в итоге получается я туда пробежала обратно туда-обратно три раза через день я говорю русской я когда три раза пробежала что ты придираешься почему русской русскоговорящей девочки меня спрашивают у вас такой перевозчик что за фирма то я забыла название я говорю но у меня там ваучере написано ваучеру можно выгодит принесите ваучер там написано мы вам поможем ягода скажем можете у меня оплачен трансфер мы говорит вы принесите мы сейчас позвоним свяжемся узнаем я думаю ну в принципе тогда они то могут позвонить на вы по на местному телефону а я нет я не могу подключиться к интернету позвонить же я тоже никому не могу у них нет бесплатно горячих линий короче лошара пошла взяла этот ваучер прихожу к ним даю парень взял пошел куда-то девчонка я уже не взяли открыли они открыли ваучер посмотрели кто нас встречает встречающая сторона какая фирма они уже да ничего подобного не прекрасно эту фирму знаю знает представители этой фирмы нам сказали но тут девочка в оранжевом всегда встречает с этой фирмы и проводят их машинам чанга эту девочку пойдем найдем год подождите сходили привели это девочку пришла девочка вы офигели короче там встречает стоят значит куча представителей разных компаний представители разных до стоят значит представители пятизвездочных отелей все такие в элегантных костюмашка рубашки дару фелька туфельки лакированных у нас приходит девчонка действительно в оранжевых в оранжевых кроссовках вот в таких же очках вот так вот таком же платье лохматая и живет активно яблоко яблоко жрет стоит жрет натурально с нами с нами разговаривает и грызет это яблоко подожди она значит в жару вот в эту толстовки дана турчанка на турчанка не наш толстовки потолстовкой джинсовые шортики короткие которых не видно и голые смуглые такие смоляные ноги красивые ноги стройно красивые современная девчонка красивые вот вам виднее естественно три раза сказал сколько рассказал четвертый красивый божечки ты мои неужели мы в турции вы посмотрите эту красоту эти пальмы финиковые о господи мечта сбылась двухлетней давности вот наша девушка которая нас встречала она голову прикрыла мне тоже надо а потом получилось так что по времени то она пришла уже нас встречать а мы раньше вышли мы раньше да нет и тут все покрыто мраком то ли она отошла просто то ли мы раньше она пошла провожать вауче написано что после прилета нас ждут час в течение часа но мы может раньше вышли но короче сейчас может быть час уже истек она отошла там потому что у него в руках кроме фамилии евархипова была еще куча других других этих плакатиков для встречающих так что мы не одни кого они встречали вот и все но в итоге просто что мы пойдемте за нами пойдемте за мной да пойдемте в машину у нас трансфер написано освещает какой-то менее там легковой автомобиль fiat фиат линея обычный легковой автомобиль у нас написано короче ваучере fiat линея короче грым все отлина это же маленькая машинка обычно легковой автомобиль а приехал короче микроавтобус мы подходим на стоянку если от машины стоит черный шикарный мерседес этот мультивэн мультивэн мерседес черный весь нам открывают двери забирают чемодан садят значит в машину и везут в отель вот такой вот у нас микроавтобус с кожаными сиденьями водителя и все едем сейчас в наш отельчик то есть у нас ситуация как мы прилетели на мальту когда нас тоже встречал peugeot 508 вообще не представительского класса двоих то же самое здесь нас посадили в шикарный мерседес с кожаными сиденьями с кондиционером и мы как короли как вип-гости приехали до нашего отеля какая красота вот она анталья мы едем мне даже не верится до сих пор утром стали в холодном челябинске ночью а днем уже в анталии в турции в солнечной турции вот такой у нас был приезд так что не все бывает гладко бывает и опять хотим еще раз подчеркнуть что насколько доброжелательны насколько приветливые местные жители том числе все наши становятся здесь такими за таки турки и вот отзыв человек добрый человек который стоял кого-то встречал и он увидел что другой человек волнение которое не встречали он проявил максимально заботой чувствительности к этому человеку поинтересовался и чем смог помог и ведь нам помогли реально помогли за что я не знаю как того что эти сердцевые заболевали что просто тупо бы взяли первый попавшийся такси поехали в отель за свои деньги а потом неизвестно как бы нам бы и не вернули потом сказали сами виноваты вот так что они сами к нам сегодня утром говорил как внимательно к нам отнеслись в отеле как внимательно нас кормят общаются с нами местные персоналы в гостинице и то же самое касается вот на зоне прилета абсолютно нейтральные люди абсолютно чужие люди нам оказали огромную помощь и практически посадили нас в такси которая не такси а в нашу машину которую она должна была встретить и отвезли до сваты он самолет на посадку так сильно не нервничайте если что-то помните что это турция это очень отзывчивая желательно гостеприимная страна вам помогут здесь любые встречи случайные люди все все что в их силах они вам сюда по наш менталитет конечно не изменить мы привыкли к тому что мы сами за себя и никому ничего не не надо он из глины все сосуды какие-то всякие горшки кстати рельсы идут прямо с аэропорта трамвай ходит по всей анталии муж мне приказал заказать трансфер чем будем с чемоданом таскаться куда-то заказала вот они трамвайчики ухты какие симпатичные ну вот если вам это видео понравилось поставьте лайк обязательно прямо сейчас поставьте вы будете молодцы большие вы нас поддержите наш канал всем пока пока всем пока пока